В этот раз мы разделимся. Кто-то пойдет на порошки, химия, всякая ерунда, остальные кто-то на молочко, кто-то я пойду на мясо, остальные пойдут на алкоголь. Проверяйте прям каждую бутылку, каждый товар и так далее. Не деремся, не ругаемся матом, заходим, здороваемся. Ну все, тогда пойдемте. Здравствуйте. Нарушенная упаковка, уже продукт можно считать негодный. Проверяйте пока всю молочку, я пойду на консервы, а то там замешкались. Сегодня до 10-10-15 года. Просрочено больше на полгода. На этих банках нет даты изготовления. Она вздула, слопнула, не могу понять, что с ней. Я нашла просрочку детского пена для купания, которого уже срок годности истек год назад, и полгода назад истек срок годности пенка для вас. Банка просто вздулась и потекла. Никаких обозначений о продукте. Будем до 15-го, 0-3-го, 16-го числа. В принципе, все партия придет. Вот, иммунитетно. Обычно, смотри, когда упаковка, есть еще время. Времени нет, значит. А вот в 7-33. В 7 утра 33 минуты продукт был просрочен. Уже горошек плохой, потому что помятый. Будем в течение двух лет. Вон, продукт хороший. То, что у нас до 18-го. 15-го, да. Но, смотрите, товар уже плохой, потому что он помятый. Лучше поменяйте. Девушка, а можно вас кого-нибудь? Одного. Девушка, можно вас? Не надо меня снимать. До какого часа он годен? Скажите, пожалуйста. Почему у вас продукты не прикрыты? Попрати, пожалуйста. Обычно кукуруза, группа идет год шансов. А почему там не написано? Я как должен определять, когда буду покупать продукт? Почему нет срок годности? Годен до какого? Этикетка идет 6-го апреля. Это хорошо, это да? А дальше сами считаете? А мне надо считать? Или это должны вы делать? Девушка, а почему у вас продукты не прикрыты? Убери, пожалуйста. Прикройте, пожалуйста, пакетиками их. Девушка. Погубите, я прикрою. Да, все помятые банки собирайте, потому что этот продукт уже внутри начал окисляться. Что это? Прямо любые кументы? Все, любые. Чуток прям не надо. Вот прям если... Вот это вот уже считается. Все, потому что продукт внутри начал окисляться. Что, нашел, Паша, что-нибудь? Всего лишь 3? Все, да. А я тебе проверял? Нет, еще. Срок годности проверяйте. Есть... Да. Пиво просроченное даже, представляете? Да. Вы... Нормально, нет? Вот перемену 12. Да, нормально. Девушка, а можно администратора магазина? Дата изготовления. До какого числа? То есть из-за этого? Да, конечно. Надо указывать. На некоторых указано, до какого у вас продукции, а на некоторых нет. Но я как покупатель, я откуда могу знать. Может, это прошлогодняя рыба, вы просто наклейку наклеили новую и все. Поэтому этот продукт уже резать, скрывать. Вот здесь есть дата изготовления на крышечке. А здесь нету. Нигде нету. Обычно... О, смотрите, банк протекает сразу же. Обычно на такие продукты на крышечке. И это вся продукция такая. Это уже вы должны будете разговаривать с подставщиком, который вам доставляет. А тут написано, что годности два года. Два года. А дата изготовления когда? Непонятно, девушка, понимаете? Может, это 2001 года огурцы? Нет, мы все проверили. Просрочки было достаточно много. Нарушение упаковки, норм охранения. Разобрались мы с банками, которые нет даты. Там, оказывается, нужно смотреть какая-то выемка и так далее. Я попросил работников магазина, чтобы они завтра, до завтра или послезавтра сделали наклеечки, завтра изготовление. Они согласились и послезавтра я приду и проверю.